МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знайзти працу у промым эфиры. Проект на Радео Гомель Плюс представляе актуальные вакансии. Школа выратовальников. Прайзти квест пропоновали юным гомельчанам на пляже супрацовники МНС. Многообличная Россия. Выстава работ переможцов Международного конкурса фото с дымков открылась у Гомеля. А зараз обгеты меньшим больше подробязна. С першого студзеня наступного года у Беларуси уступит цю силу новая редакция податкового кодексу. Головная мета нового ведения – спрашчение умов для ведения бизнесу. Наши корреспонденты ознайомилися с основными положениями. Подрыхтовка пропонов по карактеруце основного податкового документа вялась з лютого гэтага года. У состав межведомостных группы включили представников державных органов, концернов, бизнес-союзов, а так само широкое коло экспертов практиков. Основная задача – знижение податковой нагрузки и спрашение процедуры податка обкладания. При этом новая редакция кодекса ориентована на добросумленных платежщиков. Буйные приватные предприемства, индивидуальных предпринимателей и обычных грамадян, которые нашли додатковую крыльницу доходу. А пошлим цяпер достатково просто подать заяву у податковую инспекцию. Это обеспечение наших граждан самозанятостью. Виды деятельности, которые определены в налоговом кодексе, позволяют физическим лицам не регистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, а осуществлять именно виды деятельности по заявительному принципу. Любое физическое лицо, которое не имеет никаких ограничений по осуществлению деятельности, например, по государственной службе, может уплатить налог и получать дополнительные доходы для себя лично. А прожатого для физичных особ продогледжена еще одно новое увядение. Сгодно с новой редакцией кодексу, при подаче декларации об доходах супрацовники податковой инспекции частково заполнить этот документ самостоянно. Грамадянину застанется только унести дадзины, яких нема у инспекторов. Что тычется индивидуальных предпринимателей, то для их одно из главных нового увядения махчимы самим выбирать вид податку. Один из прошены, ци подоходный. При этом сами предпринимательники уже сегодня огучивают просьбу о проведении з'ями специальных занятков по податковых нового увядениях. Початок наступного года не повинен створить для их додатковых проблем. Очень интересный момент, новая вправка о внесении дополнений по расходам нанимателям за наемными лицами. Это вызовет очень много вопросов у индивидуальных предпринимателей, которых есть найм. Поэтому мне бы, конечно, хотелось бы попросить налоговой инспекции местного городского уровня провести широкомасштабные, поломасштабные встречи, разъяснительные с нами предпринимателями или с представителями предпринимателями для донесения новых условий работы в рамках нового налогового кодекса с 1 января 2019 года. Одна засобливость у новой редакции податкового кодексу – обмежавание цивого гулябмена штрафных санкций. У приватности с Нового года пеня, з несваячасово уплаченого податку, не може перевышать сам податок. А прощатого робятся упорно так званые камеральные проверки. Подадзенные документы проверяются только у инспекциях по электронной базе без наведывания бизнес-структур. И у вынеку выявления порушения им накеровывается пропанова об ликвидации недохопов. Штрафные санкции при этом не предуглеживаются. Дается плательщику уведомление. Плательщик может в добровольном порядке исправить установленные в ходе камерального контроля налоговым органам нарушения, приставить налоговую декларацию, уплатить платежи в бюджет. Здесь, соответственно, нет того периода большого, на который может быть начислена пеня, и, соответственно, нет административной ответственности. Вот эти денежные средства, которые могли бы быть внесены в качестве административной ответственности, остаются у налогоплательщиков в его распоряжении. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Забарона на наведывание лесов установлена у восьми районах Гомельской области. По опошних известках Министерства лесной господарки, за высокого класса пожарной небеспеки обмежевальные меры дейничают у Гомельским, Брахинским, Добружским, Ветковским, Октябрьским, Лоевским, Ельским и Хойницким районах. У ближайшие дни гарача и сухой надворье заховается, тому забарона может распаусюдиться и на иншие территории. Уведенный режим, продугледживая полную адмову, однаведывание лесов громадянами у тымлику для прогулок. Закрытый уезд для транспорту за выключением службового. На раце беседе у Ветковским районе с сегодняшнего дня часова дозволили ловить рыбу без улику промысловой меры и суточной нормы вылову. Отповедное рашенье принял райвы конкам, и оно связано с узникнением передзаморных зьяу. Пералик дозволенных сродка у Лоули не изменился. Рашень не будет дейничать до его отмены. По инициативе Гомельского облыва конкам у регионе реализуется проект «Есть праца». Его задача – на хвалях Радоя Гомель плюс 103.7 FM рассказать об иснуючих на предприемствах, вакансиях и макчымастях праца у Латкованне. Олег Синцерос отшил за сегодняшним эфиром. Шукаем работу у промым эфире. Ведучая программа Настасия Курчинская одразу окресливает ему диалогу с представниками Гомельского городского центра занятости и домоподобничьего комбината. Ближайшая година будет присвечена пытанием эффективного пошуку праца, максимум отримать новую профессию. И навод нюансам, поводенным с работодавцем подчас особистой встречи. За опошний год колькость официально зарегистрованных у Гомель беспроцовных скоротилась. Олег, это не значит, что проблема выражена. В Гомельском городском центре занятости в этой дне не шматрюдно. Благодаря прямым мерам, колькость официально зарегистрованных беспроцовных за опошний год знижилась амалью двоя. Зараз на улику находится 877 человек. На жаль, значная часть этих беспроцовных мая достатково низкую квалификацию. Некоторые беспроцовные в таким статусе находятся 10 годами. Свои сомневые рекордсмен – мужчина, який за своя мать 57 працевал всего каля трех годов. Работу шукают для усих в темнику с допомогой, створенных при администрациях комиссий саденчанной занятости. У поравнания с ответным леточным периодом колькость принятых в этом году на працу повеличилась на полторы тысячи. Сегодня узровень беспроцовья у Гомеля складаются гону целых 4 десятых процента. Такого низкого показчика у центра занятости не памяты никто. Не может не радовать тот факт, что промышленности у нас принималось на работу в этом году больше, чем увольнялись из промышленности, торговли, у связи. Поэтому это не может не радовать. Надеемся, что эта тенденция распространится на остальные отрасли. После достатково протяглого перепынку в регионе знову заявились вакансии бухгалтеров и юристов, сирот запотребованных специалистов, так само водители и будовники. Почас промога эфиру на радуе на месте генерального директора Дома будовничного комбината Анжалина Сарамятникова Агучвая Личбы в этом году подприемство подало у центр занятости заявки на 138 працовных местов. Праца уладкованы 134 человеки. Сегодня комбинат – одно из самых великих будовничных подприемств в области. На рынку жилья, яху долю больше 20%. У Гомеля, это у Воголя, основный забудовщик. На предприемстве не только готовы брать новых специалистов, а и при необходимости повышать их квалификацию. Гомельский ДСК имеет свой учебный центр, на котором проходят обучения работники, которые желают у нас работать, но не имеют специальностей строительных. Мы обучаем любым строителям профессиям. На сегодняшний день у нас имеются вакансии монтажников, строительных конструкций, плотников, электромонтажников, электросварщика ручной сварки. Олег Синтеров, Игорь Марищенко, телерадо «Компания Гомель». Как пасть бегнуть небезпеки на воде, рассказали юным гомельчанам. На Любинском пляже прошли занятки школы выратовальников. Иницияторы проекта – областное управление МНС с уместным засводом и державной инспекцией по маломерных судах. Наши корреспонденты разом с удельниками прошли квест. Водоемы – одно из самых популярных мест в отпочинку. Выратовальные службы не снижают спильности. С початку года в области выратовали 27 человек. По пяре деликали 2000 несчастных выпадков на воде. Пришим 300 с их зуделом детей. Потонули 32 человеки. Основными причинами этих несчастных случаев остаются прежние – это купание в местах, не предназначенных для этого, запрещенных местах. Это купание и нахождение в водоеме в состоянии алкогольного опьянения. Также недосмотр за детьми. Попередить троеды можно. Треба менять ставление людей до своей безопасности и повышать веды в этой сферы. Як вести себе в экстренной ситуации, кому телефоновать и что сказать. Як выкорастовы сродки выратования и оказывать першую меддопомогу. Удельники школы выратовальнику отримали территичные веды и замоцевали их на практице. Головная тема – безпека на воде. Сегодня пытаемся искать новые формы работы, которые обратили бы внимание не только детей, но и взрослых к степени безопасности детей в принципе в целом, как и на воде, так и на земле. Школы выратовальников – это пять пляцовок. На обед выше кожной удельники отказывают на пытании по правилах беспеки у воде и у лоцы. С практичных задач кидая в ротовального круга, надевание жилета, оказание меддопомоги. Мероприемство оказалось и не только корыстным, а и верьми текавым. Мне все понравилось, особенно когда я метал круг и веревку. Мне больше понравилось надевать жилет. Очень интересное мероприятие. Плануется, что занятки у таких школах выратовальников будут отбываться по всей области. Максим Савин, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». У Гомеля 8-го жнивня заключили шлюб 44 пары. Больше за все церемонии у магичную дату 08.08.2018 отбылось у отделе ЗАГС Гомельского гарвы «Канкама». Тут расписали 14 пар. 10 и 11 регистраций провели у отделах администрации Советского и Центрального районов. Большие церемонии пройшли в урочистые обстановцы. Як поведомили супрацовники ЗАГСа, в соправдный весельный бум чакается у ближайшую суботу. Заявы на прыгожую дату 18.08.18 Будучи молодые, подавали яще зимой. Выстава под назвой «Многообличная Россия» открылась у музея истории города Гомеля. У экспозиции больше, как 30 здымков, которые строят природную и архитектурную прихожость, оригинальные народные роменства и национальные традиции краины-суседки. Фотопроект организованный совместно с Российским центром науки и культуры у Гомеля. На выставе представлены сдымки и переможцы международного фотоконкурса «Русская цивилизация». В проекте приняли удел 2000 фотографов с 28 краин света. Яны дослали на конкурс больше, как 10 тысяч сдымков. У Гомеля можно убачить лепшие работы. Хорошие очень начинания. У нас вообще сейчас организовывается масса всяких конкурсов, не только среди фотографов. Поэтому я рад, что у нас это, по-моему, первый проект с городским музеем. Я думаю, не последний. Если говорить о судьбе вот этой выставки, она дальше у нас в Жлобин поедет в сентябре месяце. Ну и так будет кататься по области. Зусім недавно был обвешен старт другого международного фотоконкурсу «Русская цивилизация». Информацию об яго умовах можно знайсти на сайте Российского центра навуки и культуры у Гомеле. Кинопоказ под открытым небом отбудется завтра у Гомельском костеле. Глядачам пропануют пригодницкую драму «Шлях американского режиссера Эмилия Эстевеса». Гэты фильм просвечены знакомитому маршруту католицких паломников. По сюжете американский доктор приезжая у Францию за телом своего одиного сына, який отправился по шляху святого Якова и загинув подчас буры. Раптона герой и сам выращая прайстепешу весь гэты шлях да ужинёю 800 километров разом с прахом своего сына. Подчас напружиного подорожа он знайомится с новыми людьми, які разважаются над духовными пытаньями и спробуют знайсти высшейший сенс життя. Будем подбирать фильмы, которые может быть не являются слишком известными или слишком кассовыми, слишком популярными, но те фильмы, которые действительно будут говорить о вещах серьёзных, которые будут рассказывать и об взаимоотношениях между людьми, о внутренних переживаниях человека, чтобы те зрители, которые смотрят, могли действительно уйти отсюда с какими-то переживаниями, которые могут их привести к определённым потом решениям жизни. Периодичность кинопоказов вызначается. У добрые на двор я не буду ладзица на свежем поветре, у дождливые вечары будут проходить у стенах костела. Завтра сеанс отводится 21-е годение у дворы костела. Гэта и атак сама иншая новинны вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры де-факто спортивный агляд, а я с вами разведвуюся. Усяго доброго и до новых зустречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Накануне в полночь в Гомельском районе столкнулись два грузовых Мерседеса. Погиб водитель одной из машин. Авария произошла в трех километрах от областного центра на Реческой трассе. Как предполагают сотрудники ГАИ, из-за неправильно выбранной дистанции один из грузовиков врезался в водном направлении. 28-летний житель Лиды, водитель машины которая совершила столкновение, погиб на месте. Водитель получил телесное повреждение. На момент прибытия скорой медицинской помощи водитель еще был жив. Однако уже непосредственно когда сотрудники МЧС водителя достали из кабины транспортного средства, молодой человек погиб. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Не исключается вероятность того, что водитель уснул за рулем. Тем временем Рогачевский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия, о котором мы рассказывали в прошлом выпуске. Напомним, днем 7 августа на автодороге оздоровительный лагерь Лесная сказка деревня Слобода мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, врезался в дерево. В результате водитель и два его пассажира попали в больницу. Позже выяснилось, что виновник ДТП находился под градусом. Тест показал 3,68 промилле. Следствием установлено, что подозреваемый вместе с родственником и знакомым ехал на рыбалку, чтобы время прошло веселей, перед поездкой выпили. С управлением не справился, произошло ДТП. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. Правоохранителям нужна помощь в установлении личности человека, фото которого вы сейчас видите на своих экранах. Его разыскивают в связи с инцидентом, произошедшим 15 июля в 5 часов утра около развлекательного центра на площади Восстания в Гомеле. Один из участников получил травмы. Если вы узнали данное лицо или владеете иной информацией, просим сообщить по телефону, который вы видите на своих экранах. Такого взор происшествия к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В 30-м чемпионате Беларуси по мини-футболу высшей лиги примут участие 16 команд. Ранее сообщалось, что дружин может быть только 14. Могилевская команда Фортем, ранее заявившая о снятии из чемпионата, все-таки вернется в элиту. Дебютирует в сильнейшем дивизионе победитель первой лиги столичная команда Бел Инвестбанк. Ныне носящая название территория. Накануне состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси. Первый тур порадует гомельских болельщиков городским дерби. БЧ сыграет с ВРЗ. Номинальные хозяева площадки железнодорожники. Светлогорск, вернувший себе исконное название ЦКК в стартовом туре на выезде играет со столичным Динамо БМТУ. Кстати, еще один представитель элиты сменил название. Аматор отныне выступает как Брест. Матчи 8 и 9 сентября. Откроет сезон матч за Суперкубок Беларуси. 1 сентября в Лиде сойдутся чемпион страны Лицельмаш и обладатель кубка Аршанский Витен. Кстати, сборная Беларуси по мини-футболу в ближайшее воскресенье 12 августа начнет подготовку к чемпионату мира среди студентов. Мундиаль пройдет с 19 по 26 августа в Казахстане в городе Алматы. В предварительном росте ретренерского тандема Валерия Драчевского и Андрея Толмача 17 футболистов. 14 из них отправятся на мировой чемпионат. На учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 12 по 17 августа в Александрии в Ногилевской области, немало представителей клубов из Гомельской области. Светлогорский ЦКК представит Дмитрий Свериденко. БЧ делегировал в студенческую сборную Егора Чипулиса и Илью Казака. В РЗ представят Владислав Селюк и Евгений Чернейко. Сборная Беларуси во второй раз отправится на студенческий чемпионат мира. Дебют у нашей команды был более чем удачный. Бронзовые награды. В составе той команды был Евгений Чернейко. В Алматы белорусам на групповом этапе будут противостоять команды Чехии, Новой Зеландии и Казахстана. Победитель чемпионата мира станет известен 26 августа. Полузащитник футбольного клуба Гомель Евгений Милевский перешел в Житковичский ЮАЗ, выступающий в первой лиге национального чемпионата. В этом сезоне полузащитник выходил на поле в трех матчах чемпионата страны. Всего же Евгений Милевский провел за Гомель 79 игр, отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Женская и мужская команды гонбольного клуба Гомель, претерпевшая в нынешнее межсезонье серьезные кадровые изменения, проведут товарищеские поединки. Все спарринги пройдут на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Противостояние женской дружины Гомеля и Витебчанки. В 19.00 начнется матч между подопечными Сергея Цыганкова и Могилевским Машекой. На следующий день команды вновь сыграют между собой. Девушки выйдут на площадку в 10.00 мужчины в 11.30. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.